Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Большакова. Я клавирую лингвистические литературные проекты Культурного центра Франкотека. И сегодня я рада вас приветствовать от имени Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино на традиционном фестивале франкофонии в иностранке. И традиционно каждый фестиваль у нас проходит богатая лингвистическая программа, на которой вы можете познакомиться с лучшими языковыми школами, узнать о методике их преподавания и узнать много нового об изучении иностранных языков. И традиционно нашим гостем становится наш большой друг, основатель-директор школы французского языка, рекордсмен России в номинации «Самый массовый урок иностранного языка», который, кстати, был поставлен именно в этом зале полтора года назад, методист Юлия Ли, которая сегодня вам расскажет, почему же все-таки так трудно изучать иностранные языки. Я вам желаю хорошей лекции и с радостью передаю слово Юлии. Здравствуйте. Да, это моя лекция. Очень рада вас всех видеть, уже полтора года не выступала, не видела живых людей, и мне кажется, это очень здорово. Называется лекция «Почему так сложно изучать языки?». Я думаю, что вы сюда пришли, потому что, наверное, хотите найти ответы на вопрос, как сделать, чтобы это было легче. К сожалению, таких ответов сегодня не будет, но будет что-то другое. Конечно же, хотелось бы сказать, что у нас почему-то так сложилось, что человек, который знает несколько языков, кажется, что он какой-то исключительный, какой-то очень интересный, какой-то даже выдающийся. Мне почему-то всегда говорят, что прям что-то со мной не то, и я не как обычный человек, потому что я говорю на нескольких языках. Давайте посмотрим немножко данных. Да, три четвертых населения Земли говорят постоянно на нескольких иностранных языках. То есть, может быть, у них есть один какой-то язык, местный, и, например, язык официальный, государственный, в котором они находятся. То есть, это не их родной язык, они его выучили для того, чтобы им приятнее как-то коммуницировать и более эффективно. Далее еще немножко статистики. У нас где-то 6000 языков вообще в мире живых, и получается около 200 стран. То есть, неизбежно на территории есть такие у нас участки, где несколько языков. То есть, если мы еще больше посмотрим каких-то данных, например, какие-то европейские тоже страны, я надеюсь, что вот этот вот значок, который мы как-то поставили рядом с изучением языка, исключительность, он у нас пропадет, потому что всегда нам легче изучать что-то такое, что изучает все, что знает все. Мы себя чувствуем немножко неловко и неправильно, если вдруг кто-то что-то умеет, а мы нет. И хочется, конечно же, добиться такого результата, чтобы мы думали, ну что же, все знают английский, все знают французский, большинство знает еще какой-то язык, и, наверное, скорее надо как-то исправить эту ситуацию в моей жизни. То есть, знать несколько языков нормально. Но чтобы эта идея нам привилась как-то, чтобы мы действительно поняли, что да, нужно учить, что это не где-то там рядом со мной, нужно найти таких людей, которые также, в принципе, увлекаются языками. И вообще окружение, которое вокруг вас образуется, оно всегда влияет на то, как вы выглядите, как вы говорите, что вы читаете, что вы любите, чем вы интересуетесь, что вы умеете. И это влияет также даже на какие-то такие вещи, которые мы не всегда можем идентифицировать, например, цели в жизни или нормы какие-то, что я могу в жизни добиться. Потому что если вокруг меня люди добиваются очень многого, то для меня тоже кажется, что, наверное, надо и моей планки как-то выше. Причем были такие исследования, что и на здоровье это тоже как-то влияет. Я вам покажу такое исследование, оно проводилось в Франмингеме, это маленький городок США с 1948 года, и там ученые решили изучить, почему люди болеют какими-то сердечными заболеваниями. И, в принципе, они фиксировали в свои вот эти вот данные даже как люди коммуницируют, то есть дружеские, родственные связи и так далее. И как раз таки посмотрите, вот этот, например, желтый кружок они посмотрели и на графике выделили человек, который страдал лишним весом. Вообще работу провел потом ученый из Гарварда, который уже изначально изучал очень много каких-то таких аспектов, которые влияют, например, на здоровье, именно с точки зрения общения, как мы меняемся, общаясь с разными людьми. Так вот, он решил эту базу данных взять, он уже в начале 2000-х работал, и посмотреть, как мои, например, потенциально мои знакомые могут повлиять на то, как я, например, сколько я вешу. Так вот, он взял, например, на графике там в самом начале и отметил человека желтым кружочком, у которого лишний вес. Потому что в Америке это большая такая вот проблема, тем более с 1971 года там вообще был большой скачок людей, прям, то есть у них есть такое понятие, как obesity, то есть очень-очень много лишних килограммов. И он посмотрел с течением времени, как эти круги общения менялись. Так вот, возле человека с лишним весом, в зависимости того даже, какой его вес и так далее, образовывались с годами люди, которые тоже имеют вот этот лишний вес. И то есть он посмотрел, что этих людей становилось все больше и больше, и в конце тоже они своего рода становились центрами кластеров, где были люди с лишним весом. И были другие кластеры, где люди не страдали лишним весом, они отметили их темными такими кружками, синими, зелеными и так далее. Это можно посмотреть на сайте вот этого исследования, если хотите, можете потом в школу написать, мы вам вышли. Там даже это анимировано, как с годами менялось, и вот кластеры действительно разрастались, и кластеры здоровых людей, и кластеры с лишним весом. Так вот, они выяснили, что постоянное общение, подчеркиваю, постоянное общение с человеком с лишним весом повышало шансы на то, чтобы другой человек тоже свой вес как-то увеличил на 57 процентов, это достаточно большая цифра. Я могу сказать, что я вижу то же самое, когда люди учатся чему-то у друг друга. Например, когда у нас возникает, например, учебные группы разные. У нас бывают учебные группы, которые прям все там веселятся, они как-то так собрались. Другие учебные группы, которые ноют постоянно, третьи, которые учатся. И что интересно, что будучи, например, какой-то одной группой, как с каким-то средним баллом, приходит человек в эту группу или сильный, или слабый, то получается, группа сразу или снижает свой уровень, или становится сильнее. И тут, конечно же, я вас не призываю, чтобы вы отказались от своих каких-то родственников, которые вам не нравится что-то в их жизни не то, или от своих друзей, которые, может быть, вы хотите быть более спортивным, а не не спортивным и так далее. Но мне кажется, нужно себе отчет в том, в этом отдавать, что у вас есть вокруг люди, которые на вас оказывают не очень правильное влияние. И как же? Правильно у нас тоже, это такое абстрактное понятие, то, чего хотите вы. Если вы хотите учить языки, значит, наверное, нужно учить языки. У меня с общением и окружением было достаточно все хорошо, потому что я училась в иностранных языках. И у нас была такая история, тоже показательная, когда мы были с друзьями, жили 10 лет назад, и у нас приехали еще одни друзья, двое, пара из Германии, и они говорили на испанском, немецком и английском языках. И нас было еще с ними шестеро, и 5 из этих людей говорили на двух языках этой пары. То есть я, например, говорю на английском и на немецком, кто-то говорил на испанском и на немецком, наверное, или на испанском, английском и так далее. И то есть у нас круг постоянно так вот кочевал немножко, эпицентно разговоры менялся, было всегда несколько групп, ну, в основном две. И то есть темы менялись, язык менялся. То есть среди тех людей, которые вот были в этом кругу, выбирался тот язык, на котором легче вот всей группе общаться. Так вот, один такой момент наступил, когда моя подружка очень грустно и так драматично сказала, я чувствую себя очень глупой здесь. И мы, конечно же, спросили, почему? И она сказала, ну, я просто знаю только четыре языка. И она действительно была так грустна. И, в принципе, четыре языка это много, но она начала объяснять, что у нее один английский, другой французский, третий. Английский, французский, наверное, еще какой-то был у нее. Русский, да, русский. И четвертый, это туркменский. И она говорит, на туркменском-то никто не разговаривает, она из Туркмении. Значит, это не считается. Вообще-то, мне кажется, неправильно, что я сижу и чувствую себя глупой. Конечно же, это неправильно, потому что вот ей так, мне кажется, повезло. И мне повезло с таким кругом, где вот такое количество языков, это нормально. Но есть другие круги. Например, я не очень спортивная, у меня есть не друзья, потому что если бы это были друзья, мы бы с ними занимались вместе спортом. Мы с ними спортом вместе не занимаемся. Они занимаются буквально по 8 часов в день, наверное, спортом, по 8 раз в неделю и так далее. Я с вами один раз в неделю, может быть, там, не знаю, два раза в месяц вообще не спортивная. Но и будут такие круги общения, где, например, если даже в вашем доме будет фитнес, вас уже назовут спортсменом. Потому что люди, с которыми общаетесь, они, может быть, вообще никогда не занимаются спортом, они пьют пиво, едят какие-нибудь чипсы ежедневные, ежевечерние, едят рыбу. То есть для них вы уже спортсмен, вы проходите мимо, каждый день мимо фитнеса. То есть вот это нужно понимать. И нам уже очень трудно бороться с ленью. Нет таких людей, которым все легко дается. Вот то есть вы вышли и такие, вот одни лежат, им не дано, а другим дано. Им никогда не сложно, никогда не сомневаются. Сразу там в пять утра встают, идут заниматься спортом, учить языки, какие-то еще другие вершины постигать. Нет, такого не бывает. Мы все боремся уже со своей ленью. Нам очень часто не хочется вставать с кровати. Я знаю очень много людей, которые и успешны и так далее. Каждый день происходит эта борьба. Я к тому, что когда мы обращаем еще внимание и подвергаемся такому влиянию людей, которые еще вокруг нас, это еще в 10 раз сложнее. То есть если мы это ограничим, если мы будем себе в этом отчет отдавать, то уже будет легче. Потому что общение, оно конечно же важно и нужно искать таких людей, которые вас будут вдохновлять. Когда у вас у самого не будет сил, вы посмотрите на кого-то, видите, что он сделал. Даже если вы не очень много, может быть, общаетесь, можете подписаться на его аккаунт в Instagram и смотреть, он вас будет вдохновлять. И сейчас с технологиями вы можете найти любого человека, который будет где-то жить очень далеко, который вообще, может быть, никогда вы его вживую не увидите, не встретится с вами, но все равно он вас будет вдохновлять. То есть это, мне кажется, очень интересный момент. Так вот, мы должны понять, что такое сложность для нас, и убрать вот эти все сложности, которые создают нам другие люди. И поверить в себя и понять, что такое вообще происходит с обучением, с процессом. Потому что у нас вокруг все понимают внутреннее ощущение, что язык учить сложно, и все вокруг это осознают. Но когда, например, у нас приходит какой-нибудь человек и говорит, что я вас сейчас научу за 15 минут учить, вы будете 15 минут учить, и я вас научу языку, вы заговорите, или, например, по одной минуте в день, или, например, вообще за один вебинар, я вам сейчас все расскажу, открою секреты, которые от вас долго скрывали, и вы начнете говорить. И почему-то многие люди покупаются на это. То есть мы осознаем сложности языка, но в то же время то, что кто-то нам обещает, что мы все равно, даже пусть это будет стоить 99 рублей, мы эти 99 рублей платим и ждем какого-то результата. То есть так не должно быть. Мы должны сами понять, почему так сложно изучать языки. Вот у вас есть какой-то ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы сказать про языковую интерференцию. Возможно, это моя личная сложность. Я пытаюсь, например, что-то сказать не французский, который я знаю меньше, к сожалению. И у меня всплывают немецкие и английские слова. В то же время я понимаю, что ни один из звездяков не хочется забывать и хочется держать уровень. Но вот эта интерференция возникает постоянно. Если, как вы говорите, эта тема актуальна, ей занимается, хотелось бы об этом больше узнать. Спасибо. Я думаю, что в интернете и в вебинарах у нас в университете было очень много про интерференцию. То есть это достаточно легко найти. Так вот, почему сложно учить языки? Я, конечно, всегда против того, когда вопросы на вопрос отвечают. Но мое мнение такое, почему вы решили, что должно быть легко? Если в вашей жизни что-то такое, что вы добились в жизни, что у вас получается и вам было легко. То есть легко это не то, что вы проснулись на следующее утро и вот вы уже умеете или имеете что-то, а вообще просто без какого-либо усилия. Даже если вы научились завязывать шнурки, вам сейчас это легко. Если вы посмотрите на деток, которые сейчас в процессе находятся этого всего обучения, даже таких легких процессов, казалось бы, они испытывают сложности. Если вы, например, как-то жестикулируете, артикулируете, даже элементарно вы держите ложку или нож в руках. Это когда-то было сложно. Вы просто забыли об этих усилиях. Ничего в жизни вы не умеете и не знаете, чтобы пришла ваша жизнь без каких-либо усилий. То есть вы должны просто отстраниться от той идеи, что это должно быть легко. То есть когда вы поймете, что должно быть сложно, вы будете это воспринимать совершенно нормально. Потому что язык учить сложно, там невероятное количество слов, там какая-то грамматика, которую нужно научиться применять, которую нужно понимать. Она бывает разноуровневая, то есть можно грамматику какую-то элементарную, потом нужно менталитет узнать, чтобы понимать, что нужно говорить, в каких моментах это будет уместно, чтобы не оскорбить и не как-то оплошать. То есть очень много таких моментов. Лексика — невероятное количество слов. Это, конечно, всё сложно, но в языке есть очень много интересных таких моментов, которые, наверное, другие деятельности вам не принесут. Потому что язык учить — это волшебно, учить язык — это интересно. Когда я учу, например, язык, я знаю, что я становлюсь лучше, я знаю, что я больше горжусь собой, я знаю, что я становлюсь более интересной, эрудированной, я знаю, что я начинаю даже говорить лучше на родном языке. То есть это с точки зрения лексики и вообще, как я понимаю, какие процессы проходят. А когда мы изучаем только свой родной язык, нам не с чем сравнить. То есть изучение языков это в принципе приятно, потому что вы осознаете, что вы проделываете какую-то работу и видите результат. Потому что нужно понимать, что в процессе, который проходит, мы, во-первых, раскрываемся, наша личность раскрывается, мы познаем себя и лучше понимаем, чего мы от жизни хотим. Потому что как раз-таки в контексте языка может быть вам так сложно, потому что вы до конца не поняли, что в этой жизни вам язык нужен. Некоторые говорят, ну я никогда не поеду, например, во Францию, или я никогда не поеду в Англию, или я еще куда-то не поеду. Вы для себя действительно решили и на 100% знаете, что вы этот язык хотите знать. Или какой-то другой. Потому что мы всегда делаем выбор. Мы должны понять, что мы осознанно должны относиться к любым процессам, которые у нас в жизни происходят. И то есть выбрать, знать язык или не знать, это тоже в ваших руках. Я себя всегда люблю представлять в конце жизни. Не знаю, когда он наступит, но то есть я хочу понимать, что я какие-то важные вещи для меня в жизни сделала. И вот в моей жизни обязательно должен быть французский язык. В моей жизни какие-то должны быть путешествия, какие-то люди, какие-то события, какие-то такие ключевые. То есть для себя я взяла вот это на заметку. Мне не хочется учить японский язык. Я, конечно, бы не против была, если бы я его знала, но это не мой выбор. Я знаю, что есть какие-то вещи, которые у меня приоритетнее, и японский там уже не стоит. Но вот французский без французского я бы жить не смогла. Или без какого-то без английского, например. И немецкий точно так же. То есть вы для себя должны сделать выбор, что в вашей жизни должно иметь место. Далее. Сложность языка. Мы ее тоже не очень все хорошо понимаем до конца, потому что у нас есть разные уровни. Даже вот если мы говорим про лексику, по грамматику, по фонетику и так далее, то есть у нас же бывают определенные какие-то уровни в языке, то, чего мы хотим достичь. И мне кажется, когда мы говорим сложно, мы сразу пытаемся ориентироваться на C2. То есть вот я сейчас ничего не знаю, и мне сложно сразу C2. То есть на этом нужно не концентрироваться, нужно сфокусироваться на другом уровне. И понимать, что самое главное в том, какой уровень вы для себя выберете, мы должны ориентироваться на то, какие у нас есть уже возможности. Это, например, самое главное время. Как бы вы не хотели выучить C2 язык, если у вас в запасе, например, только один час или два часа, вы, например, не умеете учиться. Бывают такие люди, они приходят на учебный процесс, и они не усиживают на занятии, им прям неинтересно. У нас есть таких, наверное, учеников 10%, которые постоянно что-то отвлекают. То ли это бизнес-вумен, то ли это бизнес-мен, а то ли это просто лентяи, но они постоянно что-то в телефоне, у них какие-то очень важные сообщения, они могут выйти куда-то. И что интересно, практически 90% из этих учеников, у них нет никакого успеха. Это так смешно выглядит, потому что он вроде себя всего такого делового разыгрывает, что он такой весь собран, у него там нарасхват его, там, может быть, какие-то контракты миллиардные подписываются. Но здесь он сидит и ничего, никакого результата не достигает. И если у человека так много дел, если он так ценит свою деятельность, если он такой умный и так далее, как ты можешь свой час или полтора часа в неделю, или даже два раза в неделю тратить так бездарно? Сидеть, просто ничего не делать толком, никакого результата не получать, и вроде бы все приходить в течение месяцев, годов и так далее. То есть я предлагаю вам сфокусироваться. И для этого мы можем взять, например, такую шкалу. Я выбрала шкалу от 1 до 20, это как во французском, потому что 1,5, мне кажется, это совсем маловато. И выбрать вообще, это шкала знаний любого языка. Например, 1, это человек, который только взрослый, мы не про детей говорим, взрослый, который только начал изучать язык, и он, например, знает, вот я, например, на итальянском, может быть, чао знаю, и еще несколько слов. Если я несколько дней посижу, я выучу несколько этих слов и буду более-менее так говорить, чтобы можно было понять вообще, о чем я говорю. Так вот, а уровень 20 – это взрослый человек, который говорит невероятно красиво, который хорошо выражает свои мысли, который, например, может очень много слов интересных найти, у него и эрудиция, у него и красноречие, и дикция и так далее. То есть вот этот человек – бог, просто уровень – бог. Так вот, вот эти две такие вот крайности. Я, например, себя на этой шкале русского языка ставлю где-то между 13 и 14 языка баллами. То есть я знаю, что мне еще очень много аспектов можно выучить. Я не надеюсь, что я когда-то, к сожалению, дойду до 20 или до 18, но может быть, когда-то до 15, до 16. Вот поставьте на этой шкале то, где вы говорите по-русскому. По-русски, пардон. И поразмышляйте над тем, как вы к этому результату пришли. Потому что у нас есть очень много людей, которые говорят на родном языке очень некрасиво, очень скудно, такими маленькими фразами, не умеют заканчивать предложение и так далее. Иногда это вообще смысла никакого нет. И еще и технически это как-то плохо выражается, то есть и дикция и так далее. То есть среди всех у нас есть какие-то у всех недостатки. Так вот, у некоторых сильнее, у некоторых, может быть, меньше. Поставьте себя на эту шкалу и поймите, сколько времени вам потребуется, чтобы дойти, и возможно ли это до этой точки на иностранном языке. Вы себя оцениваете и понимаете, что, например, наверное, в жизни не дойдут такого же уровня на каком-то иностранном языке, не уделяя ему много времени. И, например, если я про французский, ну, французский, наверное, я тоже могу выучить до 13-14, потому что, в принципе, очень много ему времени уделяла. Ну, к примеру, с немецким, который я очень редко практикую, 10-8. С английским, наверное, 11-12. То есть я никогда не надеюсь, что я каких-то высот добьюсь. Если я буду когда-то учить итальянский, я, в принципе, буду довольна шестерки-восьмерки. И к чему я это говорю? Что когда вы такой уровень себе выбрали, вы сфокусировались на нем, и вы не стремитесь, вы даже не смотрите на учебники, которые вообще дальше B2. Вот я, например, если буду учить итальянский, я буду, может быть, делать один учебник А1, второй учебник А1. Мне не нужно понимать, мне нужно хорошо говорить на этом уровне, чтобы когда я поехала куда-нибудь в отпуск и могла там себе купить какие-то билеты, еду заказать. Я не уверена, что я себе найду очень много друзей, потому что уже, в принципе, все равно ресурс человеческий не бесконечен. Друзья уже есть, то есть надо им время уделять и так далее. Но я хочу немножко так функционировать в обществе, например, не потеряться на улице, если я потеряла, спросить. Вот это мой максимум. Почему я об этом говорю? Потому что я много вижу людей, которые ходят к нам. Наша школа функционирует уже 9 лет, уже будет в августе. И мы с 2013 года проводим различные мероприятия. Так вот, у нас приходят люди иногда по 4-5 лет. Нет, вообще с одним и тем же уровнем, с одними и теми же элементарными ошибками. То есть иногда у них какие-то элементарные вопросы задаешь, глаголы в настоящее время, они не могут сказать это четко, они как-то не проговаривают и так далее. То есть 3-4 года. Мне могут сказать, ну и пусть ходят, им нравится, они вот так вот учатся. Нет, мне кажется, люди, которые учатся, у них какой-то результат все-таки есть. И видно, что, например, я вот позавчера делала такую ошибку, через неделю я эту ошибку исправила. Ну, по крайней мере, глагол какой-нибудь элементарный или какие-то базовые 21-е глаголы в списке сложных глаголов, самых популярных, я их выучу. Тут такого, конечно, не происходит. И эти люди, они расстраиваются. Они могут, иногда у них бывают какие-то даже всплески эмоций на уроках, и это вижу. Причем через года 2-3 они начинают ходить на уровне повыше. То есть они же уже 3-4 года занимаются, им уже неинтересно с маленькими, хотя они даже нормально не умеют читать. Вот есть очень много таких людей, которые приходят к нам на уроки и не умеют читать. При условии даже, что у нас в школе есть огромное количество видео, где я читаю по слогам, их даже не сотню. То есть когда я училась читать, у меня никто мне не читал 10 тысяч разных текстов по слогам. То есть люди не умеют читать. Это тоже, мне кажется, определенный показатель. К чему я это говорю? Это же трата времени, это не фокусированная вообще трата своего времени и ресурсов, потому что они могли бы лучше, чем ехать куда-то на сослагательное наклонение, от которого они только после этого урока выучат, может быть, название без ошибок, и никогда не применят его в настоящей жизни. Потому что если есть какие-то ошибки в базовом уровне, сослагательное наклонение – это же эмоции какие-то, это чувства, это уже какие-то более глубокие процессы. Вообще многие ученые изучали, уровни даже на функциях мозга отражаются. И были такие исследования у людей вследствие болезни или какой-то травмы. Например, какая-то зона мозга страдала, и она больше не работала. И он был способен употреблять какие-то грамматические вещи одного уровня, но другого не мог. То есть, получается, это еще разные зоны мозга. И нам нужно, чтобы на новый уровень проходить, нам нужно больше усилий прилагать. А когда человек приходит нам на урок и говорит, давай-ка я буду тянуться, вот тянуться невозможно, потому что у нас должно все сложиться, все паслы сложиться, чтобы вот это количество знаний и информации переходило в качество. А получается так, что они хватают вот так по кусочкам с разных уровней, и у них не может ничего сложиться в системе, потому что просто нет системы. И получается так, что они, например, запрыгивают куда-то на очень высокий уровень, как будто бы я всегда люблю эту аналогию с горой, с эверестом. Они запрыгнули на какой-то уровень выше, и они не спустятся, они просто застряли. Это, во-первых, очень большой стресс. Они не знают никак спуститься, потому что у них нет никаких вообще навыков того, как вообще этот процесс может происходить. И они не могут не подняться, потому что, чтобы подняться, надо, чтобы это все скопилось. И то есть эти люди, они бросают обучение, и про себя они думают зачастую плохо, ну или про кого-то. Чтобы выбрать правильно свой уровень, нужно понимать, что, во-первых, у меня есть абсолютное понимание, что я этого хочу, чтобы не тратить свое время, потому что у нас времени не так много. Далее нужно работать над пробелами. И когда уже, например, я знаю, что вот А1, какой учебник мне не возьмешь, или А2, там ничего нет нового. Я и читаю хорошо, главное, вот самый базовый уровень. У нас многие те люди, которые учат язык, даже базовый уровень этот не проходит. Они, еще раз повторяю, читают с ошибками, не знают глаголов, и какие-то такие элементарные вещи, как артикли, элементарные функции, или же отрицание и так далее, не умеют употреблять. То есть вот когда на уровне А1 ничего сложного у меня нет, я могу на все темы говорить базовые, потому что действительно большой такой уровень. Вы можете говорить о покупках, вы можете говорить о продуктах, вы можете ориентироваться в пространстве, можете, в принципе, описать любое пространство, можете описать человека. Это практически неограниченно. Уже с Б1 начинаются сложные вещи, мы говорим в экологии, еще о чем-то. То есть это уже действительно интересно с точки зрения менталитета. Но здесь мы можем говорить о каких-то очень насущных вещах, о которых говорить полезно. И когда мы перескакиваем эти насущные вещи и идем куда-то дальше, получается, мы себя этого лишаем, и у нас возникает определенная негативная какая-то информация и отношение. Далее нужно понимать, что учиться нужно без стресса вообще. Учиться приятно. Если у вас какой-то стресс, если у вас что-то не получается, у вас как-то язык и изучение стало новым поводом для того, чтобы сказать, что, увы, например, какой-то способностью у вас не идти и так далее. То есть это так не должно быть. Но у нас, наверное, в России так получилось, потому что я в других странах этого не встречала, что человеку, которому легко и просто, он говорит, что не слишком легко, я должен куда-то опять же идти. И вот такие выражения какие-то, например, умник, который советует выйти из зоны комфорта, поскажи, как ты туда забрался. Я вижу, например, многих людей, которым, наоборот, очень комфортно вот так вот жить, когда ему совсем сложно, то есть это вообще не правоского человека. Или вот такая картинка, когда, например, это ты, а здесь происходят чудеса. Видели такие картинки? Потому что же эта картинка абсолютно абстрактная, так не может быть. Потому что если это я и где-то какой-то другой круг, где меня совсем нет, который со мной никак не связан, и там происходят чудеса, то есть получается, что я вообще никчемный. То есть вот со мной никакого чуда произойти не может. Я в этом чуде никак не могу поучаствовать. Вот такого быть не должно. Вообще все это вот зону комфорта и так далее пошло от Льва Семеновича Выгодского, который говорил про зону развития, ближайшую зону развития. И он говорил, что вот маленький ребенок, это вот именно в родительских отношениях, он умеет какие-то вещи определенные делать. Но элементарно, даже вот ложку держать, он держит ложку, и ему вначале должна мама помогать. И вот он с маминой помощью, сам он не может аккуратно есть, он с маминой помощью ест. Через какое-то время то, что он делал с маминой помощью, вот этот темный круг, он уже это сам может, но мама учит его, например, еще теперь и вилкой вот так тыкать. То есть вот эти вот моменты, круг расширяющийся. И вот зона ближайшего развития, это то, что, во-первых, со мной связано, то, что оно основано на моем опыте, я уже умею, и вот это, что я умею, мы можем совершенствовать. Это никак не такие вещи, которые со мной вообще не связаны, никак не те вещи, которые мне очень-очень трудно делать. То есть самая хорошая задача, это когда у нас есть какие-то такие моменты, которые посильны, то есть без какой-либо паники. И здесь я люблю вот эту теорию потока. Кто-нибудь слышал о ней? Они, в принципе, очень много достаточно, но мне кажется, я в какой-то период только о ней слышала. Это автор Михаил Ачиксов Михай, он, по-моему, из Чикагского университета, и он изучал очень много людей, которые создали какие-то новые, например, области науки. Он разговаривал с президентами США, он разговаривал с нобелевскими лауреатами и говорил, что вас в жизни делает счастливым, и пытался это все анализировать. Он написал диссертации и так далее. У него есть книжки «Поток» или «Теория потока», потом у него есть «Ежедневный поток», «Креативность» и много-много разных книг. Так вот, он говорит о том, что здесь у нас сложность, видите, по вертикали, и здесь есть наше умение. Так вот, он говорит, что любая задача должна соответствовать нашим умениям, и эта задача, должна ее сложность увеличиваться. Если задача для нас слишком сложная, в зависимости от того, насколько она сложная, мы испытываем или стресс, а если прямо она совсем сложная для нас, мы испытываем панику. С другой стороны, если задача очень-очень легкая, то мы испытываем апатию, нам совсем неинтересно, нам скучно и так далее. То есть вот и в идеале, видите, поток вот этот вот желтый, который желтым цветом, это значит, что и мои возможности растут, и задачи растут, и мои возможности растут, и мои задачи растут. Так вот, пример элементарный, например, если мы встретим какого-то человека, который устроился работать секретарем, и, например, в первый день, во второй день ему сказали, тебе только нужно выучить имена и фамилии. Для него эта задача уже сложная, правильно? То есть этого зовут Петр Иванович, этого зовут Мария Ивановна и так далее. И он будет немножко волноваться. Но если ему сказать, что это единственная твоя задача, через месяц ему станет скучно. Вот точно так же с изучением иностранных языков вы должны понимать, что вы должны находиться вот в этом состоянии потока, когда ваша задача, она соответствует вашим способностям. То есть если вы чувствуете какую-то скуку, действительно неинтересно, очень-очень легко, значит нужно делать так, чтобы вам было сложнее, то есть идти вперед. Если вам стрессово, паника и так далее, вам нужно идти назад. Я вижу, что многим людям стыдно, вот я сейчас очень много таких встречаю, они знают, я учил год или два или три язык, проверяем его уровень, он приходит в группу, например, B1, и ему там слишком сложно, он вообще ничего не понимает, не говорит, он вот прям, его невозможно оттуда выгнать. Он прям весь в стрессе точно видно, что он в панике и так далее, но он не хочет идти, я уже там все выучил. И тут совершенно получается очевидно, что не выучил, опять же, не читает, не говорит, чувствует себя плохо, потому что другие говорят лучше, но все равно остается. Вот вы для себя хотя бы решите, что если я чувствую, что что-то некомфортно, значит я должен для себя делать лучше, потому что никогда мы не должны испытывать этого стресса. И, как я уже сказала, зачем нам тянуться к C2, куда мы так бежим? Давайте получать удовольствие на том уровне, который нам действительно подходит. Очень мало людей, вот многих вы знаете, которые знают язык на уровне C2 или на уровне C1, и многих ли вы знаете тех людей, которые вообще бросили, ничего не знают и вообще ненавидят изучение. Вот вторых больше намного, не будьте теми людьми, которые пополнили статистику вторых, потому что они разочаровались. Скажите, я не буду стремиться ни к чему, я вот моя вот эта вот планка, и я добьюсь и сделаю ее максимально качественным. И вы действительно ее добьетесь, причем с хорошим таким ощущением, с удовольствием. И мы должны понимать, что учиться мы должны регулярно, потому что у нас есть такие модели поведения, их называют модели поведения в науке, а мы можем их называть привычками, что у нас есть определенные привычки. Иногда люди приходят и говорят, что им, например, как-то неуютно, или они как-то не могут себя приучить, или им как-то, может быть, неинтересно, или они не могут делать домашнюю работу. И вот у них такой характер. А скорее всего у них только сложилась именно такая привычка выражаться и говорить, и думать о себе именно в таком ключе в процессе обучения, потому что все, что мы делаем, это привычка. Вот есть такая книжка, которая называется «Сила привычки», ее Дахик написал, Чарльз Дахик. Так вот, там говорит, что мы, вот все, что мы делаем, это привычка, и вот с утра, давайте подумаем, что вы сделали с утра, когда вот только-только встали. Некоторые люди сразу стали листать телефон, ленту и так далее. И подумайте, вы же делаете это каждый день, скорее всего. Другие люди встали сразу, они говорят, нет, я наоборот без телефона, я там открыл себе окна, я сделала зарядку. Третьи сразу пошли в холодильник, им вообще очень не терпится. Четвертые пошли куда-то в душ и так далее. Вот все, что вы сделали, вы закрепили привычку. То есть, бывают полезные привычки, бывают негативные привычки. И это даже отражается на зонах мозга. Они изучали, делали определенные карты привычек и смотрели, что, например, был там в этой книге пример «Курящая женщина». И она курила, толстела, теряла работу, и, в общем, все у нее в жизни не складывалось. И там ей посоветовали, или она сама додумалась, изменить свою краеугольную привычку, это было курение. Она перестала курить, а вместо этой привычки она стала бегать. И у нее в жизни все поменялось, потому что она стала другие привычки себе прививать. И получилось так, что они прямо на мозге это выявляли. То есть, получается, что какие-то, например, действия происходят, и у них зоны бывших привычек затухали постепенно, а новые привычки становились яркими. То есть, это на физическом уровне. И вообще, очень много в нашей жизни именно привычки формируют. Мы говорим, что это какое-то решение, что мы, например, решили, вместо того, чтобы подняться по лестнице, мы взяли лифт. Или, например, вместо того, чтобы взять какой-то продукт более полезный, взяли другой. Мы себе объясняем это тем, что, например, я так много работал, неужели не заслужила пирожная? Или, например, у меня там какой-то срочный звонок, я должна взять лифт и сэкономить время, и так далее. Сесть на лифт и сэкономить время. То есть, мы себе это как-то объясняем. А ученые доказали, что вот все, что бы мы себе не объясняли, 45% точно из этого, это потому, что мы привыкли так поступать. И я к тому веду, что и плохо учиться, плохо заниматься, и думать, что у тебя не получится, это тоже привычка. И не уметь выстраивать свой процесс, это тоже привычка. То есть, в этом очень-очень много именно зависит от решения, что мы решаем, что мы будем учиться. Потому что многие люди, вот они приходят на изучение языка, и они никак не меняют свое поведение. Я прошу их, например, не только я, а другие преподаватели просят их сделать домашнюю работу, просят сделать что-то еще. И спрашиваешь, сделал или нет? Он говорит, нет, не сделал. Почему? Потому что у него не было музы, например. То есть, он ждал музы, пришел, и вот она не пришла, и он начал заниматься своими делами. Он не делает ни одной домашней работы. И моя идея в том, чтобы муза приходила, нужно как-то регулярно приглашать ее, что называется, говорить, что даже если ее нет, я не буду заниматься какими-то другими вещами, которые мне более интересны, или к которым я привык. Я, например, буду говорить себе, что в 9 часов, в 9 утра, или в 19 вечера, один раз в неделю, в зависимости от того, сколько у меня времени есть, я буду назначать свидание своей музе. То есть, и она тогда будет более-менее регулярно приходить, если вы действительно выделили время. Если у вас не приходит она все еще, ждите, терпите, но не занимайтесь другими вещами. О, пока нет, пойду поем. Дойду себе чайку, возьму чипсину, включу сериал, послушаю книгу. Нет, она так не придет, это нужно сесть. Не надо ожидать, что у вас все сразу наладится. Если вы будете регулярно работать, это только привычка. Не надо ждать вдохновения. Если вы скажете, что я буду каждый день по чуть-чуть сидеть и вообще не сдвину с этого места, пока хоть что-то, хоть одно упражнение не сделаю, она вообще будет с вами всегда. То есть, это доказано. У вас уже, вот если в первый раз, когда вы только начали, например, бегать, вы с утра встаете, например, за час до того, как можно было бы встать, первые разы у вас вызывает эта сложность, вы хотите перевернуться на другой бок, вы хотите там еще что-то делать, говорите, ну нет, не сегодня, и дождь, и грязь. Вы же сами понимаете, что если вы будете пересиливать себя, то, например, на сотый день вы просто встанете и пойдете бегать, даже если вы, например, кутили накануне, потому что это уже привычка, которая сформировалась. И, как я уже сказала, ученые доказали, что это прямо в мозге определенные сигналы, очень яркие, которые и позволяют нам уже не бороться со своей какой-то ленью, с какими-то обстоятельствами, а просто взять и делать. И мы слышали тоже уже много каких-то вещей, когда говорили, что привычка формируется 21 день, я не знаю, формируется ли я 21 день, но вы должны просто решить, что если язык в вашей жизни должен быть, значит, я просто должен два раза в неделю, желательно три, может быть, больше, сидеть и уделять этому времени, и не заниматься ничем другим. Следующий момент – это мотивация, потому что мы разобрались с вами уже с тем, что времени не хватает или какие-то привычки у нас не те. Мотивация. Успех – вообще такая вещь, мне кажется, интересная, и почему-то люди все хотят быть успешными, добиться успеха даже в изучении языка, что что-то получилось, но они перекладывают ответственность на других людей. Нам очень часто говорят, что мы почему-то человеку мотивацию сбили. Они прямо иногда кричат, ругаются, что вот он из-за нас больше никогда французский учить не будет или какой-то другой язык. Причем у них бывает так кардинально. Один говорит, ну вы столько упражнений даете, мотивации у меня прям нет, я вижу. Другой говорит, ну что так, я вот сижу, там делать нечего, у меня мотивации нет. Третьему, например, какой-то фидбэк даешь и прям рассказываешь все подробно. Он говорит, ну вот прям вы все исправили, кажется, что ничего не получилось, мотивацию вот вы мне как-то сбили. Другой – даешь немного, вы как-то поверхностно, я видела, что там больше ошибок, я потом посмотрела. Вы как-то несерьезно относитесь, у меня мотивации тогда тоже нет. То есть вот постоянно что-то такое происходит, не понимаешь, какое неаккуратное движение ты можешь сделать, чтобы вот у человека не упала мотивация. Тут, конечно, нужно брать ответственность на свои руки и понимать, что никто не должен вас мотивировать. Если вы чего-то хотите, если вы хотите есть, неужели вас кто-то может демотивировать от того, чтобы вы ели? Если вы хотите спать, вы хотите спать, вас никто не может демотивировать, чтобы вы не спали. И тут парадоксально, у нас недавно была ученица, которая сказала, что мы должны там что-то и проверять, она причем где-то с аккаунта даже, а не со школы, потому что мы выкладываем столько всего, и она это только как бы для нас делает, потому что у нас много всего в аккаунте в Инстаграме. То есть это, мне кажется, логика тоже странная. Мы вроде бы все приготовили, все интересное сделали, и если люди учат, мы очень, конечно, рады, но никак это не должно прибавлять нам больше еще работы. И она говорит, ну тогда у меня нет мотивации дальше продолжать делать чего-то. Никогда мотивация ваша личная, чтобы сделать вашу жизнь, не должна зависеть ни от кого. И никогда вы не должны никого ни в чем обвинять. У нас вот когда происходят такие моменты, что мы говорим что-то, кто-то виноват, мы сразу тормозим, мы себе делаем плохо. Есть такие люди, которые говорят, что я не знаю язык, потому что был учитель плохой. Или я, например, какой-то невоспитанный, потому что у меня родители были очень такие интересные люди, они меня избаловали, во всем потакали, и теперь я такой. Нужно понимать, что есть такие люди, которые вообще без учителей выучили язык, потому что они очень хотели. Есть такие люди, с какими бы родителями они не выросли, Они потом самоанализом, общением с другими людьми, какими-то, может быть, ошибками и так далее Исправлялись, становились людьми, с которыми можно было общаться и, в общем, приятно даже То есть это все зависит от нас Как изменить ситуацию? Если вы хотите действительно изучать язык, нужно понять, что вы делаете не так Я сейчас покажу вам небольшой такой момент, по-моему, у вас даже на листочках он есть Вы для себя просто галочки отметьте, а я вам прокомментирую Их вообще, когда я с учениками занимаюсь, я там около 40 выбираю людям Но сейчас мы выбрали один, который очень показательный Например, первое, что мешает людям изучать язык, когда они вот только начинают Они говорят, что обучение должно быть веселым, интересным, всегда Вот если у вас такой настрой, значит, вы уже не понимаете действительно смысла обучения Мне интересно и не смешно качать себе пресс, правильно? То есть вот я сижу, качаю, ха-ха-ха, как мне весело, такого не может быть Может быть, вот 20 раз я покачала, потом мне совсем не весело Или там бегать, например, это нельзя назвать весело Или что бы то ни было, жизнь не может быть веселым То есть если у вас такой настрой, значит, вам нужно его изменить Вы должны, наоборот, фокус перевести и понимать, что язык изучать сложно Не всегда весело, мягко говоря, не всегда Далее, мне лень заглядывать в словарь Вот если мне лень заглядывать в словарь Если мне вообще просто лень открывать книги И вы хотите, чтобы за вас делали люди Я, опять же, ориентируюсь на тех людей, которые к нам присылают различные просьбы Нам иногда присылают большие такие предложения Напишите, пожалуйста, как будет Один вопрос недавно был Напишите, пожалуйста, как будет то ли ДНК, то ли что-то в таком духе Непонятно, почему такое большое длинное предложение в каком-то посту Когда можно в словаре посмотреть ДНК на французском То есть это странно Причем человек говорит, что вы поленились, не написали нам в вашем посте, где что-то было про ДНК Как будет ДНК, а что человек сам не посмотрел в словаре, мне кажется, это большая лень И так далее То есть лениться нельзя Вы понимаете, что любое усилие, которое вы делаете, сами посмотрели в словарь Сами нашли ответ на вопрос Это делает ваш язык, ваше изучение более качественным Лучше так запоминать То есть получается, что это все равно, что если на спорт, что более очевидно Ой, я не буду сейчас вот один раз еще отжиматься или подтягиваться Подтянись за меня И потом ждать результата, что он будет у меня То есть такого быть не может Далее, в моей жизни я уже большой профессионал Это тоже очень часто встречается У меня такая тоже проблема есть Потому что я как бы раньше была, я это осознала И поэтому этот пункт здесь Я уже такая умная, я уже так столько всего умею Я так английский еле-еле учила У меня уже такая важная работа И в общем мне некогда делать домашнюю работу И вот результата у таких людей тоже нет У нас есть тоже какой-то процент таких учеников И тех людей, которых я вообще за свою жизнь встречала Которые действительно очень-очень хорошо что-то в жизни делают Но почему-то может быть у них какой-то такой вот барьер стоит Они уже знают, что что-то, чтобы качественно уметь Нужно очень много времени потратить И они это даже не осознавая внутренне Не хотят делать дальше И то есть они Например, другой вариант, что они говорят Я в восьмом классе, а ему уже 45 Выиграл какую-то олимпиаду Но нужно понимать, что то, что было в восьмом классе И то, что сейчас 45 Это никак не влияет на успех То есть нужно понимать, что, наверное, немножко могло бы повлиять То, что человек сделал 3-4 дня назад Максимум неделю Но то, что было очень давно Какие бы вы ни... Даже если вы знаете много языков Это, конечно, помогает Но в изучении языка, как я уже сказала Очень много играет привычка И привычки последние И то есть иногда бывает такое Что человек знает много языков Но он приходит к нам на урок И он даже сидеть не может спокойно У него там то испанский, то итальянский прет То еще что-то Постоянно перебивает преподавателя То есть это вот такие вот моменты бывают Он не может в учебной группе нормально сидеть То есть вот это... С этим нужно тоже бороться Потому что он считает, что он очень компетентен и так далее То есть вот эти моменты нужно замечать Далее следующий момент Я ничего не умею делать Вот они уже изначально приходят с тем настроем Что ничего в жизни не получается И они никогда не добьются никакого результата В принципе, такие, конечно, люди бывают Но мне кажется, любой человек может найти Что он умеет делать хорошо Даже если он этим деньги не зарабатывает Он может просто дома сидеть и красиво рисовать Он может красиво танцевать Он может красиво петь Некоторые люди имеют какой-то талант Они даже об этом не говорят И говорят, ну да, умею петь А там голос просто великолепный То есть такие моменты бывают Вот это тоже нужно осознавать Что мы себя должны воспринимать Как хотя бы за что-то себя ценить И это будет нам каким-то подспорьем Для будущей деятельности Для будущего успеха служить Далее Мне часто скучно Тут есть два варианта Скучно, когда очень легко Есть другой вариант Скучно, когда я ничего не понимаю, что происходит Потому что смотрите Момент Вы приходите в какой-то зал лекционный Например, там говорят о химии Если вы о химии, о физике или каком-то еще сложном Ничего не понимаете Вы придете, и вы не поймете И вам будет неинтересно А если вы даже хоть что-то слышали когда-то О той теме, которая была Вам уже не так скучно будет То есть получается, что есть два варианта Вы даже что-то проанализируете, если вам скучно Вы совершенно оторваны от этой реальности Или вы уже переросли это Хотя в контексте языка трудно перерасти Что-то всегда можно практиковать И говорить, и улучшать Даже какие-то маленькие аспекты Это уже будет хорошо Следующее Мне страшно показаться глупым Вот такого вообще не должно быть Это, может быть, прививают учителя Они сами боятся сделать ошибок Но то, что мы делаем ошибки Показывает, что мы становимся лучше Если вы эти ошибки исправляете Потому что у нас есть тоже две крайности Одним страшно, а другим не страшно Постоянно такое происходит Лучше, конечно, чтобы было немножко Даже не страшно, но неловко делать ошибки Но потом это постоянно исправлять И тогда прогресс будет Но никогда это не должно останавливать Перед тем, чтобы что-то сказать И высказать свою мысль То есть подумайте над этим Нельзя бояться быть глупым Потому что глупых людей нет Если вы пришли уже изучать иностранный язык Обязательно нужно уже по максимуму Высказываться, говорить и практиковать Следующее Мне трудно усидеть на месте 40-60 минут Это, я думаю, что все понимают Очень мало людей Сами себя приготовьте к этому И сделайте так, чтобы вы уже были настроены на обучение Если вас что-то отвлекает, например, социальные сети Например, ваш телефон, вам кто-то звонит И так далее Вы себя к этому готовьте И значит, вы убираете подальше Потому что когда вы сели И у вас телефон под боком И там постоянно что-то мигает То значит, это вас будет отвлекать И значит, вы будете не так эффективно заниматься Потому что у нас есть внимание И это внимание, оно у нас исчерпаемо То есть мы можем или на одном фокусироваться Или на другом Работайте, пожалуйста, над собой И привычки свои вырабатывайте так Чтобы иногда какими-то, может быть, искусственными моментами Сделайте себе такое стерильное пространство В котором вы будете себя чувствовать комфортно Дальше, смотрите, следующий момент Я подписан на 10-15 аккаунтов Есть такие люди, которые считают, что они очень интегрированы Они очень мотивированы И они считают свое увлечение в аккаунтах У меня 20 аккаунтов Или, например, следующий пункт Я сделала там сколько-то марафонов По 5 рублей на разные темы Нет Вы можете подписаться на один аккаунт И даже это не аккаунт Может быть, еще какой-то сайт Или какую-то книгу И сделать ее максимально хорошо А не просто делать вид, прокрастинируя Что вы будете листать ленту этого аккаунта Потому что даже вот у нас в аккаунте Очень много стихотворений Очень много грамматических правил и так далее И многие говорят, давайте еще Я уверена, что из тех, кто как раз-таки требует Чтобы мы делали еще больше Хотя, мне кажется, ни один аккаунт больше, чем у нас Не может представить материалов Они не выучили ни одного стихотворения хорошо Им просто надо, чтобы они себе галки Может быть, они себе в закладки это ставят Я не знаю, что они с этим делают Но я бы не выучила столько стихотворений За такое короткое время У меня, может, память плохая Я не знаю Но я бы не выучила А у нас люди говорят, что они уже все выучили И хотят идти дальше Причем в неделю 3-4 стихотворения точно есть То есть это интересно Не считайте Лучше делать один аккаунт Может быть, там какой-то интересный контент Стихи, поговорки Может быть, это будет фонетика и так далее И уже идти к следующему Следующее Про марафоны сказала Марафоны марафоном хорошо Но у вас должна быть какая-то система Вообще марафоны должны закрывать какие-то пробелы В вашей жизни А не какие-то куски информации еще вливать Чтобы у вас вообще каша образовывалась И про интернет и про телефон сказала И следующее Я критикую себя вслух Я говорю, что я глупый Я никогда бы не поверила, что люди много так про себя могут говорить То есть они приходят Да у меня с английским никогда не складывалось Я всегда глупый Да у меня с языками плохо И еще что-то Зачем вы тогда пришли сюда? То есть это так интересно И произносит в себя слух Для меня, как мне кажется Это такой момент снятия из себя ответственности Вот, как я уже сказала Не должен быть язык еще одним поводом к тому Что вы говорите себе, что я глуп Что мне сложно Потому что вы приходите, вы себя ругаете И тогда результата не бывает Потому что вот когда я учусь Вот я это описываю У меня иногда друзья смеются Что для меня это прям какая-то волна Причем волна счастья Какого-то любви к знанию Я безумно рада Я даже иногда беру паузу Чтобы отдохнуть Если какая-то вообще очень интересная книга Я осознаю, что я как бы узнала то, что не знают другие Причем у меня потом приходит гордость Причем гордость не за себя А за человека, за человечество Потому что оно стремилось к свету И я к этому свету как бы прикоснулась То есть сбывается такая мечта Знать, уметь Потому что мне кажется, это врождено в нас Знание же оно и образование доступно только совсем маленькое время Раньше оно было или только для очень богатых Или, например, для каких-то даже Если ты богат, но у тебя неопределенное сословие Ты не мог получить образование До недавнего времени женщины не могли получить образование В некоторых странах они до сих пор не могут получить образование То есть люди отдавали за знание жизнь Они в борьбе как-то пытались даже не за себя чего-то добиться А за будущее поколение Даже тот факт, что мы находимся в этой библиотеке Потому что здесь есть столько книг, сколько ни один человек Просто даже если он родиться и будет каждый день ночью и днем заниматься Не усвоит столько информации И это волшебно, это интересно И таких библиотек очень много в нашей стране и в других странах И это все бесплатно То есть вот это, мне кажется, нужно осознавать Это что-то исключительное Потому что раньше, в противовес к моменту сейчас Исключительно у нас делала именно вот эта вот возможность учиться А сейчас желание делать это Людям дают знания просто отовсюду Столько всего бесплатного, столько всего интересного И люди не берут И это, конечно же, невероятно грустно И когда я занималась, маленькая была То есть мне было, наверное, 10 или 15 лет Я использовала любые возможности Потому что не было интернета, не было ничего Это, наверное, первый мой учебник, если так можно сказать Это была кассета группы Smash В которой была одна единственная песня на французском Belle Это был альбом 2002 года И когда вы вытаскивали вот эту кассетку Там был текст прям полностью И я эту песню прослушала триллион раз И выучила Не знаю, как я до сих пор ее пою Мне кажется, не очень это похоже на французский Потому что я ее учила, когда мне было совсем мало лет Я не знала французского Но я использовала эту возможность Я не акцентировалась на том, чего у меня нет Я, например, очень радовалась тому, когда был плохой дубляж у фильмов И можно было слушать французский А сейчас есть YouTube Сейчас есть Netflix Мне кажется, я могла бы за Netflix тогда убить Продать почку Не знаю Потому что так хотелось Но не было никакой возможности этого сделать Сейчас мы можем абсолютно все Аудио, какие угодно Работать с акцентом Было бы желание И мне всегда говорят Что я там очень целеустремленная Но это не так Потому что нужно немножко знать, конечно, мою историю Чтобы так говорить Потому что мне прям все Очень целеустремленный человек Очень амбициозно Но я все свое детство И, наверное, до 17 лет Я провела в очень маленьком городе В Тульской области Это город Плавск И там вообще ничего нет Там не было ни одного кафе Когда я была Там даже какие-то праздники большие Устраивали в столовых Или столовую в школе Или столовая какая-то городская Куда все ходили есть И у нас школы-то было только две Первая и вторая То есть люди были все очень грустные для меня Мы, когда маленькие были Может быть, еще что-то играли Когда мы становились подростками Мы ходили вот по кругу куда-то Вокруг парка На выходных мы ходили на рынок То есть это было для нас прям такое веселье Сходить на рынок У нас не было, конечно, денег, ничего покупать Но мы гуляли, там были люди Мне когда говорят, что это все моя амбициозность Нет, это у меня в голове возник какой-то образ Вот чего-то такого Что отличалось от того, что я вижу каждый день Потому что по телевизору, в книгах Были другие люди, которые чем-то другим жили У них не было в жизни только похорон, свадеб И еще чего-то То есть они интересовались какой-то интересной деятельностью У них была любимая работа У нас в городе нет ни у кого любимой работы То есть взрослые там вообще такие достаточно серые ходили И, в общем, я подумала, громко сказано В моей голове образовался такой образ Что может быть более контрастного в жизни, в мире Чем город, где нет даже в большом количестве асфальтированных дорог Где нет общественного транспорта, где дома разрушаются Где люди получают очень маленькую зарплату Пьют и так далее Мне казалось, это Париж Это французский язык И вот я не знала, как я буду изучать французский язык Как я вообще этого добьюсь Но я поняла, что, наверное, надо как-то просто учиться И так что первые годы, мне кажется, я просто бежала Что мне казалось, что если я вдруг остановлюсь То я просто стану частью того социума И тех людей, которые просто остались в том городе То есть я даже не поступлю в университет Потому что за университет нет возможности платить денег А просто останусь там И я действительно читала и училась то, что было И то, что вот эта кассета, мне кажется, она достаточно много мне дала Тогда не было интернета И вот там столько много слов Там столько выражений Там какие-то акценты То есть да, мы это используем И я всегда тебе говорю, что, наверное, я бы как-то вот так выглядела Если бы я не изучала язык Потому что это всегда была какая-то такая интересная Вот думать то, что ты можешь когда-то стоять возле Эйфелева башни Что ты можешь в каком-то красивом кафе Когда ты находишься в очень маленьком городе, где нет ни одного кафе Мне кажется, это как улететь на другую планету Сейчас я чувствую себя абсолютно так То есть мне кажется, что у меня все получилось Я абсолютно довольна тем, что происходит Я радуюсь тому моменту, когда я просто говорю Я всегда это повторяю Кто слушал мои лекции, я говорю, что я говорю на французском языке И это уже приятно То есть я не знаю, что можно еще в жизни делать такого Чтобы тебе было приятно Вот от того, что чувствуешь себя мастером Наверное, танцы, я просто не танцую Или, наверное, еще какой-то спорт Когда ты чувствуешь, что, например, по горам и так далее Ты с лыжней там сливаешься И какие-то горы преодолеваешь То есть вот это такое ощущение потока постоянного И это никогда никто у меня, я надеюсь, не отнимет То есть это вот ты умеешь, ты все, ты сделал в силе И тебе приятно, и ты с этим живешь И я поняла, что в жизни вообще абсолютно все возможно Потому что, опять же, 17 лет назад, наверное Даже я не могла бы поверить, что когда-то я буду стоять Что-то рассказывать Что у меня будет школа, которую мы создали Наверное, уже, получается, 12-й год 9 лет будет в этом году 10 будет в следующем году То есть это что-то невероятное И когда говорят о времени Время относительно То есть, конечно же, учить язык долго Но что такое долго, по сравнению с никогда У вас есть прямо сейчас момент научиться чему-то, по крайней мере, начать Потому что если вы говорите, что 5 лет на изучение языка Это я не могу выделить, например Тогда скажите, что вы хорошего научились делать за предыдущие 5 лет Есть ли что-то такое, что вы качественно умеете делать сейчас, что изменило вашу жизнь Потому что если бы вы начали что-то делать 5 лет назад Может быть, вы уже знали бы идеально какой-нибудь язык Или умели бы что-то делать Обрели какой-то навык И это бы конкретно повлияло на вашу жизнь Потому что когда мы изучаем иностранный язык Мы же не просто изучаем какие-то слова, лексику и так далее В нашу жизнь приходит больше порядка Мы становимся более покладистыми, наверное, сами с собой То есть у нас уже нет каких-то таких забастовок Когда мы хотим делать для себя что-то полезное И вообще все постепенно такие области важные в жизни налаживаются То есть мы силу воли свою тренируем И это отражается результатом на другие какие-то деятельности И я хочу вам сказать спасибо Потому что когда-то в моей жизни у меня была мечта выступать Сегодня какие-то вещи я сказала впервые И именно в таком формате даже не про язык Потому что я обязательно всегда должна что-то рассказать про язык и так далее Я рассказала про то, как я изучаю язык И главной моей идеей было вдохновить вас Надеюсь, что у меня это получилось Сделать для вас правильный выбор или нет я, конечно, не могу Но надеюсь, что вам было интересно Спасибо Аплодисменты Спасибо